Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео-прелес Саюки, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами прошли пик винди. По сути, надо было бы продолжать дальше, но я хочу кое-что сделать, так как я за кадром попробовал пройти парочку квестов, ну, на почте имеется ввиду пару квестов, и меня, как бы, немного остановил тот факт, что я встретил какую-то сюжетную, скажем так, как это назвать-то правильно, сюжетную вставочку, наверное, да. Бику и Турфан, да? Хм, я хочу на Бику пойти, хлопок 2700, давайте возьмем. Заданница, так скажем, в карты можно еще зайти было, но я не знаю, что там пока происходит, поэтому пока туда не пойдем. Я так понимаю, что-то будет связанное с деньгами. Атеист? Бику, вот она, пойдем. Хлоп, и нам сразу встречается какой-то замес, я так понимаю. Давай посмотрим. Либо это та самая сюжетная вставочка, которую я видел. Но я ее не читал, поэтому не знаю, что там к чему, я практически сразу закрыл эмулятор. Пусть только открыл это. Мы наверняка сможем перебраться через гору, пока не стемнело. Ой, кто-то идет. О, нет. Разве вы не... Вы обманули меня. Зачем вы это сделали? Зачем похитили принцессу? Не спеши с выводами, я сама их попросила об этом. Ты что-то имеешь против? Принцесса, вы знаете, как я волновался. Слезы, пролитые мной из-за вас, могли бы наводнить берега реки Хуанхэ. Не морочь мне голову. И что ты тут забыл? Меня вела судьба. Когда два человека любят друг друга, они обязательно встретятся. Кто это любит-то? Я тебе уже давно говорила, что терпеть тебя не могу. У меня от тебя мурашки по коже. Иди уже домой. Принцесса, как вы можете так говорить? Нет никого, кто любил бы вас так, как я. Извиняюсь, что встреваю, но девушка велит тебе уходить, так что скатертью дорога. Теперь я понял. Вы затумалили рассудок моей принцессе. А ч-что? О чем идет речь? Принцесса, я повергну этих мерзавцев и освобожу вас от их влияния. Лучше бы ты о себе сначала позаботился. Так, а тут у нас замес, да? Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста. Да, хочу расставить своих ребяток. Санза сюда. Рядом с ним пускай стоит Кика. Также рядом пускай стоит Риарин. Шуриорин. Ну, а основная боевая масса у нас пойдет немного слева. Чухокай. И... Сонгоку. Да, готов начать. Победите принца Рейкона. Рейкон, значит, да? Хорошо, хорошо. Да, хоть посмотрим, что они тут себе представляют. Шестнадцатые уровни. Сам Рейкон семнадцатого, четыреста шестьдесят хп. Вот это поворот. Ну, ладно, думаю, проблемой особо большой не будет. Так, ходит у нас Шуриорин. Ну, давай потихонечку вперед выходить. Надо будет немного поосторожнее. Не забывать о том, что мы можем охватить люлей. Просто так, ни с того ни с сего. Личинка, три с семьдесят хп. Ой, три с пятнадцать хп. Ну, они явно пожирнее меня будут, но я думаю, это не будет большой другой проблемой. Сейчас спокойненько пойдем. Отпинаем этого принца. Спокойненько получим свои, скажем так, очки. Ой, очки. Денюшку здесь и пойдем сразу дальше в Беку. Отдадим им статую. Получим свои две семьсот еще сверху. Будет вообще великолепно, мне кажется. Так, залазим куда-нибудь сюда наверх. Так, давай подумаем. Куда личинка может пойти? Ну, пока не знаю, поэтому стою на месте. Сагоджо, давай сюда. Восемнадцатого уровня, кстати, как-никак. Девятнадцатого кика, вот это да. Быстро она поднялась. А, ну Хакай у нас тоже девятнадцатого, в принципе, чему я тогда удивляюсь. Что-то Хакай вообще никак не двигается. Ну и Санзо сюда. Стрелять будет по Санзо? Угу, именно так. Ну, Санзо у нас поживучий стал. Нам, на самом деле, по-хорошему третий уровень оружия бы нужен. Кто у нас там? Как тебя зовут-то? Сангок у нас уже получил часть своего оружия третьего уровня. Остались остальные ребята. Сколько там мне надо? В районе... У нас шесть человек. Оружие... Санзо не улучшается. Оружие всех остальных еще улучшается. То бишь, остается четыре человека. Четыре человека у нас улучшать оружие будут... Ну, сколько плюс-минус? Каждому по полторы... По тысяч семьсот где-то плюс-минус надо. На оружие, на одно. Ну, где-то в районе тысяч шести надо иметь на руках. Может, даже семи. Сагоджи, давай. Шуруй вперед. Кика. Выстрелишь? Выстрелишь. Куда же ты денешься? Кстати, что-то урона больно мало, мне кажется, нет? Наверх они сами не полезли. Значит, мы можем спокойненько продвигаться. Так, я думаю, призывчик оформить матери. Скажем так, пассивный хил в 30 единиц нам вполне себе. Будет место. 20-30 единиц вполне себе. Плюс, чем у меня выше уровень, тем выше хил. И меня это не может не радовать. Ну, вот единственное, что придется, на самом деле, Санза как-то краулить, что ли. 39, 24, 29, ну, я говорю, по тридцатки почти. Там по 20, тут 34. Ну, окей. Выстрел? А, Кику. Угу, понял, понял. Молодцы, что подходите, подходите. Выучим к месту живая вода. А, ну, у меня есть такой навык. 84 хп восстановит. Ну, неприятно, неприятно. Но я думаю, как-нибудь переживем. Сагоджи увернулся. Кстати, эти ребята довольно медленные. Что в уровне, что в силе. Кусина, 18 хп, но это фигня. Да, слабоваты вы, ребятки. Слабоваты. Личинка, умирай давай. Блин, не хватило 3 хп. Уходи отсюда. Шу. Шу, Риорин, отходим. Так, Сагу... Ой, Сагоджи. Сангоку. Что мы с тобой делать будем? Мы можем рептилии всадить, можем личинку добить. Наверное, рептилии усадим. Пускай выхватывает. Угу. Сейчас я тут одну вещь проверну. Интересную. Ну, как по мне, кажется, интересную. Думаю, пойдет и получится все как надо. Ой, полуволков еле пробиваем. Неприятно, конечно, но в принципе пойдет. Кика, давай подходи поближе немножко. Добивай личинку. Угу. От личинки избавились. Хакай. Давай. Что это у нас с товарищем Гоку? Ой, с Санзо. Что-то он как-то... Ну, прям совсем посредственно ходить начал. Ладно, не важно. Магия Клинки-Чародея. Добиваем рептилию. Я надеюсь, что у этого чудика, принца Рейкона, не будет таких проблем в виде офигенных магических способностей. Чтобы он нас сразу всю группу атаковал и давал хорошеньких люлей. Ну, я очень на это надеюсь, поэтому ладно. Три-четыре. Ну, кстати, я очень удобно их выставил. Они до фула должны по факту отхилиться, но... Там уж как пойдет. Я так и думал, что этот пойдет полуволк на Кику. Водяной меч. Ослабление может сработать, да? Может сработать ослабление. Сколько у тебя по урону? Как дела обстоят? Ну, урон слабенький. Ослабление не сработало. Великолепно. Меня это не может не радовать. Если просто было бы ослабление, мне бы пришлось, ну, скажем так, не сладко. Потому что весь урон у нас сейчас держится как раз-таки на... Гоку. У Гоку очень много урона, и он вообще большой молодец в этом плане. Шуреурин. Давай, наверное, мы с тобой магию используем. Протыкание. Своих ты не задеваешь. А так ты хотя бы ударишь. Да. Так. Гоку. Гоку, Гоку, Гоку. Давай этого полуволка будем... Избивать. Да. Этого полуволка мы будем избивать. Зачем я развернул камеру обратно? Ну ладно, неважно. Давай повернем камеру. Вот если бы он квитанул, у нас бы уже меньше проблем было. Ну ладно. Так, давай, отходим. Санза у нас все равно будет в какой-никакой безопасности. Правда, хоть и в теоретической, но в безопасности. Да и тем более, его не так просто за раз, скажем так, убить. Вот зачем ты крит сейчас использовал? Непонятно. Ну ладно. 140 хп, в принципе, пофиг. Санза, тебя за один удар точно никто не убьет, скажем так. Поэтому ты можешь спокойненько использовать свой посох. Тем более, мы сейчас подхилимся. Кику сейчас никто не будет пытаться убить. Ну, нет, пытаться убить-то будут, но убить не убьют. Отрава. Если яд накинет, то у нас антидотики всякие есть. В принципе, меня все устроит. Ого, а вот эта цель была неприятна. Да, еще яд накинул. Мало приятного, мало. О, он сам идет ко мне. Он хочет, чтобы я его убил. Так, первый раз этот лучник попал в спасагоджа. Ну, в принципе, ладно. Попасть ты не попал. Молодец. Личинка. Да, попала, но фигня. Так, давай, иди сюда. Атака. Нет, не атака. Магия. Протыкание. Нет, хотя подожди. А иголочка. Семьдесят восемь, а протыкание восемь семь. Нет, протыкание явно выигрывает. Протыкание явно выигрывает. Ну, иголка наносила бы стабильно урон, а протыкание сколько нанесет, столько нанесет. Ну, вон, сто пятьдесят пять. Ну, урон, урон. Причем, как мне кажется, очень даже неплохой. Сагоджа. Давай мы с тобой магией воспользуемся. Водяный меч. Глуши рептилию. Желательно ослабление еще, если бы ты саданул на него. Ну, на рептилию. Очень было бы к месту. Да, действительно, ослабление сработало. Ну, отлично. Отлично. Так, и постепенно сейчас продвигаемся к нему наверх. Больше делать нечего, в принципе. Нам надо его убить. Так, кика. Кика, кика, кика. Давай, лечение группы. А надо? Нет, не надо. Лечение группы нам не нужно, нам обычное лечение. Надо на сангоку. Пускай восстанавливает свои 96 хп, это будет ему очень в тему. Потому что на него и так яд накинут, все остальное. Не, неприятно, короче. Магия булыжник. О, он еще и кританет. Может критануть на плюс 15 максимум, по-моему. Плюс мы на него ослабление повесили, потому что побольше будет. Ну, сейчас увидим, короче. Ну, а ну, смотри, как и есть, сказал. На плюс 15. Так, мечи-чародея. Нет, мечи-чародея у нас, типа, не помогут. Огненное жало. Они слабоваты для огненного жала. Водяным мечом не нужен. Жаль. Ну, давай, хотя бы вводяным мечом. А, нет, мы ее не добьем. Хм. Перейти мы толком не можем. Ну, давай, ладно тогда, меч-чародея. Окей. Я от этого сильно не потеряю. На его мы можем чарами заколдовать. Хотя нет, это же типа мини-босса. Не можем мы его чарами заколдовать. Ты что творишь, бестолочь? Погоди у меня, я сейчас изрублю тебя на куски. Да? Правда? Ты серьезно? Друг. А ты опасный. Правда, правда. Угу. Никогда не видел таких опасных типов, как ты. Бегу. Боюсь так, что аж поджилки трясутся. Не знаю, куда деваться от этого страха. Молодцы, только теперь не подходите, пожалуйста, к Санзе. Я хочу Шуреврин вытащить оттуда. Чтоб она тоже участвовала в бою. Я хочу увидеть диалоговую вставку. А, нет, не получится. Эх, хотел диалоговую вставку увидеть по поводу, когда избиваешь этого принца. О, мне дают возможность такую. Ну-ка, дайте диалоговую вставку. Хочу увидеть диалоговую вставку. Нет? Меня обделили. Хотел увидеть диалоговую вставку, а меня обделили. Жаль. Жаль. Ну ладно, ну и фиг с вами, желабы. Обойдусь без диалоговой вставки. Ну, как хорошо, Слуд Гоку себе все поднял. Абсолютно все уровни. Ну, я имею в виду стихийный уровень. Теперь он у нас может использовать магию практически любую, насколько я понимаю. Так, Кика, давай шуруй сюда. Под полуволк, конечно, я подставим, но ничего страшного. У полуволка не настолько много урона, чтобы бояться полуволка. Причем для тебя, Кика, это вообще не проблема. Ты хорошо сама себя хилишь. Поэтому вообще, чего бояться-то? Огненная жала на них не работает, зато на них очень хорошо работает булыжник. Ну, давай булыжник скинем. У него обычные атаки не очень. А вот магии неплохо. Неплохо работает магия. У него хорошие атаки получаются где-то под... Под воином, получается, да? Либо воин, либо плут. О, ты смотри, он травит свою любовь. Такой вы себе принц, я так скажу. Такой ты себе принц. Пытается... Любовь свою вернуть. Вернул. Да, такими темпами вернешь, проверяй. Наври полуволк по спиняке. Здоровенным мечом. Так. Гоку, добей, пожалуйста, полуволка. Я знал, что у него все получится. Ну что, и остается этот, типа, принц, да? Принцем мне его с трудом могу назвать. Кика. Да, давай обычную атаку, в принципе. Я хотел сейчас глянуть, насколько сильны будут характеристики атаки в виде очарования. Она же не просто очаровывает, скорее всего, еще и урон наносит так же, как и отрава. Но что-то потом передумал. Санза, иди дай ему по шапке своим посохом. 63. Ну, все равно неплохо. Мы его сейчас запинаем, он живой водой себя хилить будет. Я могу еще и при Зоев сделать, точнее, не призыв, а превращение в оборотня. Но надо ли оно, пока не знаю. Крит удар на 97. Ну что, как тебе, Рейкон? Уровень подняли ей, уровень ветра. Ну, давай вот так вот сделаем. В принципе, ты все равно достаешь. Неплохо. 4 опыта получил своих, 38 урона своих получил тоже. Ну что, принц? Крутость вся твоя, походу, вышла, да? Сошла, так сказать, на нет. Давай посмотрим, у кого там самый маленький уровень, и тем самым мы ударим. Кико 19. 16 опыта, здесь 49 опыта, здесь 43. Ну, это очевидно, что будет Санза добивать. Здесь очевидно. Санза, давай. 12 опыта своих получил. Меня в жизни никто так не оскорблял. Да вы понятия не имеете, кто я. Да? Ну ладно. Мы не имеем понятия, кто он. Знаешь, нам так жить легче будет, я тебе так скажу. Так, опыта нам до обычного не дали, бонусного 28. 2870 монеток, так получено. Ну, плюс еще нам в беку отвесит еще немного опыта. Точнее денег. Так, ну что ты скажешь нам, друг? Ну и что же нам с ним делать? Не имеет значения. Давайте просто бросим его в веку. Ири, Ириурин, надеюсь, ты не всерьез сказала? Да и с ним все будет в порядке, он же черепаха. Он просто поплывет домой. Принцесса, высыпите мне соль на рану. А-а-а! А не лучше было бы просто успокоиться? Успокойся? Когда моя нежно любимая принцесса почти потеряна для меня? Вы не понимаете, лучше умереть, чем снова потерять ее. Ладно, хорошо, но... Послушай, Санзо мой парень. Вот почему я не хочу возвращаться домой. Что? Почему ты так удивляешься? Скажи ему, это правда? Блин, ну врать, конечно, нехорошо, но Суриурин все-таки стала более-менее неплохим воином в нашей команде. Если мы сейчас нажмем нет, она, скорее всего, уйдет. Я этого не хочу. Давай скажем да. Да. Да, мы любим друг друга. Теперь мне кажется, что я зря это сделал. Значит, ты тот самый. Никогда не засудите человека по его внешности. Как ты мог украсть мою невесту? С этим мы разберемся позже, а теперь прощайте. Мне кажется, что я все правильно сделал. Квиксейф даже не стал делать. Это было действительно жутко. И ведь не поспоришь, это было действительно жутко. Такое себе действие. А еще принцип себя назвал. Так, мне вот интересно, пока мы добираемся до беку, у нас будет еще одно сражение, или это как раз-таки, типа, было нападение, считается? Нет, это было не как нападение. Эту сюжетную вставку мы могли и сами увидеть. Ну а сейчас будет несюжетное сражение. И опять на этой карте. Противник! Дальше выходите все. А, давайте, выходите все. Враги пожаловали. Ну и сколько у вас тут? Это еще что такое? Там, наверху. Так, две рептилии вижу. Враги, всем на выход, быстрее! Так, два полуволка. Еще три полуволка. Четыре полуволка. Что ж, они сами начали. Думаю, столкновение неизбежно. Ну давай всыпем им людей, в люлей. Санза! Сон-Гоку. Кика. Ну сюда Сагоджо. Хакай. Ну и Шуреврин. Победить всех врагов. Ну это вполне было логично. Вполне очевидно и логично. Что у них по уровням? Скажет мне, игра нет. Ну уровень явно ниже. О, совсем пятнадцатый. Ну, вроде как... Да, вроде как начальное число никак не изменилось. Ну тогда давай потихонечку вот так продвигаться. Главное под камни не подставляться, иначе мы охватим очень много урона. А тут камень, вот он как раз таки. А, вот сюда лучше не наступать. Ладно, давай тогда уж выйдем на все клетки вперед, помоги. А, иголка. Начнем дамажить волков. Начнем наносить урон волкам. 80 стабильного урона, в принципе. Сон Гоку, давай иди туда. Да ты, в принципе, и один с ними двумя справишься, да? Ну ладно, так и быть. Так и быть, отправим с тобой еще и Кику. На всякий случай, вдруг он урона гребет много. Санза, уходи оттуда, тебе там делать нечего. Ты пойдешь с остальной группой. Кика, иди ему помоги. Стрельнуть мы можем, стрельнуть мы... Не можем. У нас действий не хватает очков. Так, ну и Хакай давай тоже шуруй вперед. Ну, пускай ходит. Нормально. В принципе, и живем. Ну да, да, да. Все нормально. По шапке мне вдвинули. Ну, неприятно, конечно, но не смертельно. Давайте, давайте, подходите. У меня Хакай как раз ходить будет, он вам... Хороших люлей всем высыпет. Мне так кажется. Мне так кажется. О, молодцы. Глянь, какой они тут. Струнку устраивают. Угу, угу. Да, держи в курсе, братан. Ты прям молодец. У тебя все получится, продолжай. Делаем вот так. 85. И 85. Окей. Все, дальше стой. На месте. Сон Гоку. С кого начнем? Ну, начнем вот с этого. Он хоть и будет ходить позже, но начнем именно с него. Переползать никуда не будем, останемся здесь. Так. По-хорошему мне надо бить вот этого, товарища. Поэтому давай переползем вот сюда. И атакуем дальше. В смысле не можем атаковать дальнего? Ну, тогда просто так же переходим и атакуем вот так. Блин, мы вроде на одном уровне находимся и никуда не сдвигались, но почему-то не можем его атаковать. Это немного странно. Ладно. Магия. Булыжник? Нет. Водяный меч? Нет. Огненное жало? Но тоже нет. Ну, в принципе, пофиг. Давай вот так. В принципе, давай вот так. Блин, а что там тогда получается? Иголочки как раз были в тему, да? Хотя иголки это ветер. Наверное, тут должна была сыграть каким-то образом жизнь, но... Атаки с жизнью я еще не видел. Может быть, отрава как раз таки это атака с жизнью. Ну, со стихией жизни. Какай? Нет, необычная атака. Магия не булыжник. Грабли. Трунь. 123. 103. Ну, ладно. Нет, они сами по себе жизнь. Поэтому вряд ли это помогло бы. Хакай? Ой, Хакай. Сагоджо? А что они так его не влюбят? Вот у меня вопрос какой интересный. Они прям конкретно недолюбливают его. Все на Сагоджо лезут. Вроде по ХП он вышел, по защите он вышел. Даже что-то не знаю. Кстати, я зря, наверное, все-таки разрозненность какую-то в свои войска ввел. Типа там, там двое, тут трое. Да я образно говорю, там двое, тут трое. На самом деле у нас два на четыре поделились, в принципе. Увернулся? Хакай? Вы что, серьезно? Как такое вообще могло получиться? Ну ладно, окей. Хакай у нас просто медленная, да жути. Давай, шуруй сюда. Магия протыкания. В принципе, это должно быть минус два. Да, это минус два. Отлично. Опты вообще ни копейки не дают с них. Капец какой-то. Настолько бестолковые противники, что даже опыта не дают. Отлично. Минус полуволк. Так, Сагоджо. У тебя есть магия, живая вода. Используй на себя. А иначе ты что-то как-то отгибаешь по чуть-чуть. Санза, переползи сюда. Эм, магия. Нет, лечение нам не подойдет. Что у вас тут? Что у вас тут? Понятно. Булыжник подойдет? Нет, не подойдет. Огненное жало тоже не подходит. Ладно, все равно давай огненным жалом так вот рубанем чуть-чуть. Мне, кстати, на самом деле за Кику немного страшно. У меня такое ощущение, что Кика на этом ходу может откиснуть. Ну, вроде как этого не должно произойти, но все-таки ощущение такое есть. Но я думаю, все-таки не откиснет. Даже если в нее двое выстрелят. Магия, грабли. Вот сюда. 103. 103. Ну окей, нормально. Вполне себе. Опять Сагоджо? Нет, в этот раз Санзо. Ну ладно, Санзо тоже живучий. А этот в Кику. Скорее всего полуволк тоже пойдет за Кикой. Я не про этого полуволка, я вот про левого полуволка. Да, он напрямую идет к Кике. Ладно, на этом ходу ее надо подлечить. Все-таки. Мне кажется. Так, Риорин. Давай, Сюды. И давай делай мул. По голове, бам. 97 хп. Кстати, неплохо, неплохо. Гоку. Давай крит. Не крит, но тоже пойдет. Сагоджо. Добивай этого товарища. Минус. Приползай куда-нибудь сюда поближе. Ну и Санзо добивай полуволка. Окей. Ну и потихонечку начинайте подниматься наверх. А то там эти ребят совсем оборзели. Как я и говорил, на этом ходу ты сама себя лечишь. Так как у тебя урона не хватит, в принципе, добить этого полуволка. Хакай давай тоже путь. Путь-дорога. Серьезно, он в Хакай стрелял, а Хакай от него увернулся? Не, это жестко, конечно. Зато Кико у нас не уворачивается. Ну вот как-то так повелось. Кико не хочет уворачиваться, в принципе, вообще от атак. Мне бы по-быстрому наверх подняться, но облако только у Гоку есть. Облако есть только у Гоку, у остальных его нет. Кстати, я бы довольно-таки давно бы обзавелся этим навыком, да, блин, негде обзавестись. Проблема в этом. Кико, давай оттуда текай. И еще раз сама себя лечи. Текай оттуда и сама себя подлечивай. Хакай, ты давай дуй. Ко всем остальным. Крит. Ну, кстати, крит не такой уж и сильный. Могло было быть и хуже. У него обычная атака не сильно открыто отличается, кстати говоря. Я тут заметил. Гоку, у тебя же теперь есть магией воспользоваться облачком. Давай-ка сюда вот, дуй. Прям в толпу. Далеко они теперь от тебя не убегут. А запинать ты их запинаешь просто... Гадалки можно не ходить. Ты их двоих отпинаешь, то я даже их не замечу. Просто пока у нас основная масса народа дойдет, это миллион лет пройти должно. Основная масса еще, вон, даже до первого поворота не дошла. Ну, они стараются, определенно. Кико себя так же давай долечивай, еще разок. Я знаю, что я слишком много маны потратил на лечение, на самолечение, так скажем, но... Она тем самым еще и уровень поднимает постепенно. М-да, мы очень хорошо видим, как там Гоку получает люлей. А карту повернуть нам не дают. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ну ничего, ничего, тут уже и Реврин подходит. Даже, может быть, магию может использовать. Нет, не может. Почти. Кстати, Реврин почти. Ты зря к нему спиной повернулся, товарищ. Нет, я тебе точно говорю. Очень зря. И стой на месте. Так, Сагоджо давай. Санзо. Кико. И Хакай. О, ну сейчас мы хотя бы увидим. Фигня эти ваши 15 хп. Ну тут 17, ладно. Тут посильнее немного. Так, Реврин. О, серьезно, друг. Ты прям в упор подошел? Ну выхватывай тогда. Гоку, давай. Ты его не добьешь, да, наверное? Даже если Крит попадет. А, нет, как раз если Крит попадет, то ты его добьешь, да? Как-то я об этом не подумал даже. Сагоджо. Магия водяной меч достанет? Нет, не достает. Ну, в принципе, ладно. Тогда обойдемся. Санзо. Прямую. Давай. Атака. Прям по лицу. 83. Ну неплохо, неплохо. В принципе, могло было быть и хуже. А Кико пока дойдет. Сейчас рептилия будет убегать и на отходе стрелять в кого-нибудь. В бедного Санзо. Угу. Я так и подумал. Риурин, давай ты. У тебя есть все шансы. Получить побольше опыта. Угу. Все, победа. Это было несложно на самом деле. Что там, по опыту, что по деньгам? По опыту я имею в виду... Оборотня. Да и что-то как-то не очень. Но зато 2700 еще упало. В кармашек еще 2700 упало. А, это меня не может не радовать. Ну, со всеми все в порядке? Не волнуйся. М-мы... Не волнуйся. Мы не такие слабые, как они. Поспешим. Пойдемте, пока не прибыло подкрепление. Правильно. Выдвигаемся. На самом деле, они прям очень легкие противники были. Ладно, Бику. Бику. Кто у нас здесь нас ждет, не помню. Не помню, кто был в Бику. Вот и мы. А вот мы и на месте. Именно сюда мы должны были доставить посылку. Ну и где потерялся наш клиент? А вот и он. Вас зовут Санза? Верно. Хорошо. Я возьму эту посылку. Я оставил плату на почте. Пожалуйста, получите ее там. Благодарю вас за труды. Все, нет вопросов. Все, нет вопросов. Сможем возвращаться назад в кучу. Так, почта. Отдавай мои деньги. Отдавайте мне мои деньги. Отсчет. Бику 2700. Вот и отлично. Теперь у нас есть деньги на все, что я хотел. Давай сначала кузницу. Так, это кузница. Мы можем улучшить. Да, да. Кому улучшаем? Улучшаем Кики. А я не посмотрел, сколько это будет стоить. Ну ладно. Отлично. Вот, держи. До третьего уровня улучшил. Так. Сагоджо. Давай тоже улучшаем. Сейчас посмотрим, сколько у нас денег. Просто в общем останется после всего. Было 12 тысяч где-то. Золотой меч улучшаем. Угу. Так, и грабли. Железные грабельки улучшаем. Угу, готово. Спасибо. Все. Ну мы половину денег потратили, скажем так, на это. Но я, скажем так, уверен, что это к лучшему. Давай в лавку зайдем. Пробежимся еще раз по броне. Посмотрим, все ли мы закупили, что надо было. Пять станных туник, да. Угу. Модные колпаки. Не хватает. Там одна у нас кошачья шапка. И один шлем оператора. Да, модные колпаки у всех. И шляпа лотоса. Так, что тут у нас? Шар огня. Восьмого уровня. Мы можем кому-нибудь напялить ее? Да. Гокус, забирай себе. У тебя хоть и есть огненное жало, но давай тебе еще и шар огня возьмем. Ежевика. Это магия жизни. Санза у нас и так может магичить. С силой. Ну, точнее, не силой. Атакой. Поэтому возьми себе ежевику. И ты, кстати, себе возьми ежевику. Бусы воды с нее, кстати, надо снять. Они ей нафиг не нужны. Страж скала. Страж скала это... Хакаю. Не-не-не, подожди, подожди. Нет, это не подходящее место. Вот сюда мне надо. Да. Гарпун. Я даже не знаю, что он делает, я так вам скажу. Но гарпун я могу напялить только реврин, поэтому давай. Забираем. Блин! Я сейчас все деньги просрал уже. И только сейчас подумал о том, что... Надо было еще зайти в... Спецмагаз. Тут же у них еще и спецмагаз есть. Исцеление. 1800 стоило. Сила. Цепь воды, зелье силы. В принципе, если мы что-нибудь продадим... А нам есть что продавать? Шар огня? Серьезно? Я что, один лишний купил, что ли? Гребень потока, кристалл ветра. Да, кристалл ветра продадим, он мне не нужен. От шока я не боюсь. Шока я не боюсь, да и гребень потока мне от чар, причем же женщинам. Толку, кроме как чара, он больше ничего не делает, поэтому он мне нафиг не надо. Извините, блин, конечно, может быть это и к месту, и может быть это хорошие вещи, но я не вижу в них сейчас особого смысла. Исцеление. ХП на 200 поднимает за ману 36. Даже не знаю, давай санзой ее лепнем. Давай это санзо налепим. Мне кажется, это будет ему очень к месту. Сила выше атаку, да и не вижу смысла в этом. Хотя, причем одному человеку на 4 хода на повышение 4 силы, да, я правильно понимаю? 3-4 хода на повышение силы, да нафиг оно мне надо. Честное слово. Я лучше еще одну отраву возьму. А, нет, еще одну я не возьму отраву. Гарпун. Да я понял, что не подходит. Ммм, я лучше, наверное, тогда... Подожди, а что ты делаешь? Просто наносишь урон 25, 35, 33, 30. Страж Скалу я еще один могу взять? Да могу, атакующий, вот Кики. Дайте ее. Мне мало магомагических заклинаний, которые могут наносить урон. Шар огня. А, нет, не Гоку. Он уже использует эту вещь. Годжа. А, Годжа. Давай, наверное, мы тебе ее дадим. Буссу скорости плюс 6 скорости. Ну, Фейк знает. Ладно, все, закупились, пойдет. Мне, меня все устраивает. Буссы воды, пускай пока болтаются, но я от них, наверное, тоже в скором времени избавлюсь. Так, купить хочу у вас. Эликсиров жизни хочу закупить 7 штук. А могу купить только 5, у меня только на 5 хватает. Да хватит мне и 5, в принципе. Давай. Зелье магии я еще пока ни разу не использовал. Антикамень, антидот я пользую, но, скажем так, не с таким уж и аппетитом большим. Давай 2 штучки возьмем, еще докупим до 10-го. Антидотов. Чтобы у меня были, скажем так, они всегда с собой. Вот, вот, я улучшился, закупился броней, закупился магией, теперь я точно себя чувствую вполне себе комфортно, и я смогу спокойненько идти либо в гостиницу в следующей серии, либо в черче. Давайте, да, сохраняемся. На сегодня мы все-таки закончим. Так, карты памяти в первом слоту, да-да. Куча. Все. Сохранились. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.